Я уверена, что есть еще люди, которые не знают о существовании бафа. Это максимально практичная и доступная вещь, которая станет для вас незаменимым аксессуаром в походе. И, спойлер, не только в походе. Дружочки-пирожочки, всем привет! С вами Сплав и Лиза Шамрай, инструктор по пешеходному туризму и горнолыжному спорту. Баф – это многофункциональная вещь, которую можно использовать в любой задаче и любым образом. Опять же, каждый сам под себя выстраивает свою схему пользования. Я же поделюсь своей. Перед выходом из лагеря я всегда наматываю баф на кисть, чтобы он был наготове. И сразу же бафик можно использовать, например, вытирая под солба. Я совсем недавно вернулась с Ликийской тропы, и было очень жарко и потно, поэтому такой способ использования там был как никогда актуальным. Кстати, на Ликийской тропе в самый солнцепек, когда мы выходили на открытые солнечные участки, я использовала баф в качестве защиты лица от солнца. И нет, я не запарилась, там была такая жарища, что с бафом, что без бафа было очень жарко. И обращаю ваше внимание, что бафы бывают в разной плотности, и, конечно, для жаркого климата лучше выбирать самые тонкие из них. Возвращаемся с Ликийской тропы в наши широты и снова наматываем баф на кисть. В холодное время у кого-то, например, у меня, может подтекать нос. Тоже удобно это все дело быстренько убрать. Если в моменте подул легкий ветерок, я не спешу доставать ветровку, а обхожусь снова бафиком, натягиваю его на шею и иногда закрываю уши. Естественно, если бафом не обойтись, я лезу за ветровкой. Здесь, опять же, зависит от ваших индивидуальных особенностей. Зная их, вы можете запросто управлять терморегуляцией, а баф вам в этом поможет. Например, я натянула баф на шее, и мне уже не так холодно. Кстати, если вы, как и я, не любите головные уборы, то тут опять приходит на помощь баф. Лично мне гораздо комфортнее натянуть баф таким образом, чем брать с собой шапку или кепку. Если же у вас просто мерзнут уши, то можно натянуть баф так. А если вы в многодневном походе, и вас не устраивает ваша походная укладка, то бафик вам немного поправит ситуацию на голове. И раз мы перешли к волосам, в случае, если вы потеряли резинку для волос, бафик будет прекрасной ее заменой. Правда, на моей длине лайфхак, скорее всего, не сработает. Как я и говорила ранее, баф можно использовать не только в походе. Вы можете брать его во все свои поездки и путешествия. Он занимает мало места, легкий и может пригодиться в самый непредсказуемый момент. Например, если вы решили вздремнуть в дороге или в ожидании транспорта, можно натянуть баф на глаза и обеспечить себе блэкаут. Кстати, то же самое можно делать и в палатке, если вас беспокоит утренний солнечный свет или полярный день. В зимнее время можно выбрать баф на флисе и носить его в качестве заменителя шарфика в городе. Мне кажется, большинство молодых людей не очень любят шарфы. Поэтому это классное решение, если вы все же подмерзаете. Ну и раз мы заговорили про грядущий холодный сезон, не будем забывать про зимние активности на улице. И я уверена, что под каждую активность можно найти применение бафика. Я, например, использую баф в качестве подшлемника, когда катаюсь на горных лыжах. В общем, идей и вариантов применения бафика в походах, спорте и жизни большое количество. В длительные походы я вообще беру с собой минимум три штуки. Один ходовой, второй для сна и третий на случай непредвиденных обстоятельств. Кто-то скажет, что много, но ребята, они ничего не весят и ничего не занимают. При этом могут быть настоящей палочкой-выручалочкой в самый неожиданный момент. Ну, в конце концов, ваш товарищ потерял бафик. А вы ему хоба и выдали новый. Мелочи приятным. Что ж, друзья, надеюсь, вы узнали для себя что-то новое. Делитесь вашими вариантами использования бафика в комментариях. Возможно, благодаря вам мы откроем новый функционал этих малышей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждем вас в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok